Ну и начинал я с погоды, и с погодой мы продолжаем, не зря она, так сказать, всегда существовала, как информационный повод даже еще на крепких кухнях, когда, так сказать, люди всегда говорили о погоде, всегда замирали, когда по радио или по телевизору начинался прогноз погоды, и сейчас мы тоже замираем, потому что, ну, что-то, как сказать, не радует, это во-первых, и самое главное, что такое ощущение, что это теперь некая норма. Значит, смотрите, синоптики предупредил о дождей и снеге в Москве в последнюю неделю мая, да, значит, уже то, о чем я говорил, и, значит, я не буду сейчас зачитывать все вот этот прогноз погоды, что будет Москва в московский регион будет находиться в целовой части циклона. Нет, смотрите, все-таки зачитываю, значит, ночью будет температура в пределах 1,6 градусов тепла, днем 5,10, ночью в среду 1,3, в общем, все плохо, все ужасно. А самое интересное, то, что великий и ужасный Вильфанд сообщил, что российские метеорологи, 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 я запутался в ударениях, они не запутались, а летом перейдут на новые нормы оценки погоды. Значит, научный руководитель гидромедцентра Аман Вильфанд сообщил, что в России изменятся нормы оценки погоды, метеорологи, метеорологи. Я забыл где-то ставить ударение. Поправить, метеорологи, спасибо аппаратное, планируют перейти на них летом. О чем идет речь? Погода, климат меняется, принципиально меняется в одну сторону, в смысле в сторону потепления, и поэтому для того, чтобы погода заслужила эпитета аномально теплая, а надо, чтобы что-то такое произошло, экстра вон, экстра вон, из ряда вон выходящих. Вот, значит, что такое происходит с погодой, с метеорологами, мы сейчас поговорим с одним из них. Михаил Леус, ведущий специалист центра ФОБО. Здравствуйте, Михаил. Михаил, вот это самое смещение требований к погоде, чтобы она наконец-то становилась, чтобы она стала аномальной какой-то. С чем это связано? Мы признали, мы уже достигли каких-то пороговых значений того же самого потепления, вот о чем идет речь? Или это просто, знаете ли, чтобы поменьше беспокоить население вот этими высказываниями? Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, вы, похоже, не только в ударениях запутались, но и в терминах тоже... Распутайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Во-первых, неправильно не нормы оценки погоды, а климатические нормы. Они к оценке погоды не имеют никакого отношения. Это чисто статистика метеорологическая для того, чтобы специалисты могли отмечать, определять, какая погода холоднее она, чем обычно, теплее, чем обычно, как она изменилась и тому подобное. Вообще климатическая норма – это средняя величина метеорологического элемента какого-то, статистически полученная из многолетнего ряда наблюдений в данной местности. На текущий момент Всемирная метеорологическая организация поделила этот срок в 30 лет, и все организации метеорологические, в том числе и наши российские, которые входят во Всемирную, раз в 30 лет, они обновляют вот эти климатические нормы. Для простого человека, для обывателя ничего абсолютно не изменится. Погода от этого не станет ни теплее, ни холоднее, ни мокрее, ни суше. Просто в связи с тем, что климат меняется на планете, мы же не можем сравнивать ту погоду, которая у нас сейчас за окном, с той погодой, которая была, скажем, два века назад. Нет, можем. Извините, Михаил, что перебиваю. Значит, все-таки для нас изменится. Да, изменится в том смысле, что, действительно, нам при прогнозе погоды будут реже говорить, что она там какая-то аномально теплая, да, и, соответственно, она будет уже нормальной. Плюс 35, это будет нормальной погодой, а что вы хотели? Это, во-первых. А во-вторых, второе возражение, что постоянно, мы же периодически задаем вопросы вашим коллегам о том, что это за такая странная погода. Нам говорят, да все норма, все норм. Сто лет назад была такая погода, а вон в 1800 каком-нибудь году вообще снег лежал, а вот в таком-то году такая была погода. Так что ваши коллеги спокойно обращаются к опыту там и столетней, и большей давности. Так что как-то это вот нас касается, нас, простых жителей. Ну, во-первых, фраза о том, что погода аномальная, это чаще можно услышать из уст ваших коллег-журналистов, чем из уст метеорологов. Это момент первый. Момент второй. Погода, она, по сути, вся аномальна в любой какой-то момент времени. И сейчас, и не может быть погода в точности соответствовать климату. Она всегда отличается. А аномалия, это есть отличие. Другой вопрос, насколько она отличается. Теперь парирую вашу фразу по поводу того, что жара 35 – это норма. Вы чересчур сильно задрали какие-то вот рамки этого. Климат меняется не так категорично. И те нормы, которыми пользовались специалисты, метеорологи до этого. Это были нормы с 1961 по 1990 год осредненные. Сейчас же мы переходим на более близкий к нам срок. На нормы, осредненные в период с 1991 по 2020 год. И изменения здесь не очень большие. Если позволите, я несколько цифр... Я как раз хотел спросить, в чем изменения, пожалуйста. Ну, смотрите, давайте мы для примера возьмем Москву. Разговариваем на платформе «Вечерней Москвы». Самый холодный месяц в Москве, январь, он как был самым холодным, так и остался. Но если по прошлым нормам его средняя температура составляла минус 9,3 градуса, то по новым нормам она составляет минус 6,2 градуса. То есть январь за последние 30 лет стал теплее в Москве практически на 3 градуса. Если говорить о летних месяцах, то самый месяц теплый июль, он стал теплее на 1,5 градуса. Также, естественно, в связи с тем, что у нас меняются нормы, можно и определить, что у нас и климатические сезоны немного сдвигаются. Но это опять же не говорит о том, что у нас скоро не будет зимы, а будет плавный переход из осени в весну. Нет, зима по-прежнему будет, и она будет в отдельные времена очень холодной. Тем не менее, наиболее сильно изменение климатических норм повлияло на весенний период. Если у нас раньше весна начиналась, ну, в понятии метеорологов, весна – это устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в 0 градусов в сторону положительных значений. Так вот раньше этот процесс в среднем по климату приходился на 27 марта. Теперь же он приходится на 21 марта. То есть весна начинается раньше. Смотрите, а осень заканчивается позже? Вот что там с днями в осени? А осень… Лето заканчивается позже, вот лето когда заканчивается по новым нормам? Значит, летний период в понятии метеоролога – это переход температуры среднесуточной через отметку в плюс 15 градусов. Соответственно, выше – это начало лета, ниже – это конец лета. Так вот, лето в столице стало длиннее на 4 дня, вернее, окончание лета, давайте так скажем. Если раньше вот этот процесс понижения температуры через эту отметку в плюс 15 градусов приходился на 24 августа, то по новым климатическим нормам он будет приходиться на 28 августа. А, извините… Но, опять же… Позвольте я добавлю. Опять же, это чистая статистика, и это абсолютно не говорит о том, что в этом году, в следующем, или в каком-то любом другом, именно на эти цифры нам и стоит ориентироваться, что вот погода будет так. Погода – неизменчивая вещь, атмосфера – это полный хаос, и каждый год вот эти вот даты могут быть абсолютно другими. Это просто климатические нормы, то есть за прошлые 30 лет было именно так. Понятно. А скажите просто для общего развития, а вот в эти климатические нормы, в эту статистику входит только температура? Нет. Или какие еще параметры? Абсолютно все метеорологические элементы. То есть можно сказать, что в среднем… Извините, в среднем, там, 24 мая ветер дует такой-то, в таком-то направлении, такой-то силы. Такая… Есть статистика? Да, есть. И, так сказать, а вот если говорить об этом, что-то изменилось, наверное, в направлении ветров, их сила, что-нибудь в этом духе? Или это слишком сложно сейчас в двух словах? Нет, это несложно сказать. Роза ветров поменялась мало, то есть преобладающие направления ветра не изменились, а наибольшей степени увеличилось количество сильных ветров. То есть средняя цифра скорости ветра, она осталась близкой к старым значениям, а вот число более сильных ветров от 15 метров в секунду и выше, их число постепенно повышается. И, соответственно, вот к этому и пришло, то есть по новым нормам сильного ветра порывистого будет больше. Ну, не будет, а стало больше. Стало больше за последние 30 лет, я понял. Он наблюдается чаще. А скажите, ну вот то, чем нас пугали, вот этими глобальными потеплениями говорили, что если там среднесуточная температура в мире повысится на 1-2 градуса, то, значит, океан поднимется настолько, затопит то, затопит другое. Вот сейчас вы говорите, в принципе, о нескольких градусах, что, в принципе, говорит о каких-то глобальных изменениях. Или я слишком сильно обобщаю? Наоборот, вы очень узко берете. Мы с вами поговорили об одном только регионе, об одном городе, о столице. Есть на территории даже нашей страны населенные пункты, особенно в приполярных районах, где эти значения изменились еще сильнее. А есть населенные пункты, где климатические нормы практически не поменялись. Это особенно в южных районах, их средние значения. То есть, вот те цифры, которыми вас пугали, они ведь обобщены в пределах всей планеты. И здесь эти изменения не так заметны. То есть, если мы климатическую норму возьмем старую и новую, то чем большую территорию мы рассматриваем, тем меньше изменения в этих цифрах. Ну, вы можете сказать, что если взять территорию России, то насколько действительно изменились эти климатические нормы? То есть, мы брали Москву, а теперь вся Россия, если такая цифра есть. Есть цифра, да. В среднем температура, но если взять... Вообще, вы знаете, такие разговоры, это разговоры о средней температуре по больнице. Точно так же, как и прогноз, там, я не знаю, на месяц по России. Вот иногда ваши коллеги такой вопрос задают. Да, средняя температура в России в течение года стала выше. Ну, до одного градуса эта цифра еще не дотянула, а примерно 0,8-0,9 она составляет. Это много или мало, на ваш взгляд? Это последний вопрос, и я уже отстану от вас. Да нет, мы еще с вами можем о чем-нибудь поговорить. Я считаю, это не много и не мало. Это естественный процесс изменения климата на текущем этапе развития нашей планеты. Спасибо. Ну, да, действительно, разговоры о погоде могут быть бесконечны. Мы наверняка будем еще не раз к вам обращаться. Благодарим вас. Михаил Леус, ведущий специалист центра ФОБОС. Но на сегодня все-таки о погоде все. Спасибо.